МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости недели на телеканале Беларусь 4. Всех событий, уходящих 7 дней, мы выделяем главные, не упуская ключевых деталей. Здравствуйте. В шаге от Всебелорусского народного собрания. О подготовке к общенациональному форуму и итогах работы диалоговых площадок в регионе. Депутат парламента Жанна Чернявская. Память сердца. В регионе продолжает свою работу республиканский патриотический проект БРСМ. Волшебная пора. Время вспоминать адреса Деда Мороза. В лучших резиденциях главного новогоднего персонажа, расположенных в Гомельской области, побывала наша съемочная группа. Все подробности этих и других событий жизни региона в ближайшие 26 минут. Республиканский патриотический проект «Память сердца» продолжает свое шествие по Гомельской области. Его цель в очередной раз напомнить молодежи, мы не имеем права забыть о героизме нашего народа в годы Великой Отечественной. В разных уголках региона проходят митинги-реквиемы, организуются диалоговые площадки, посвященные патриотическому воспитанию молодежи. Подробности у Николая Скинтияна. Белорусская молодежь против реабилитации нацизма. В память жертв коричневой чумы на мемориальном комплексе в Красном береге Жлобинского района зажгли свечи. Молодежный митинг-реквием прошел в рамках проекта «Память сердца». По всей стране в местах, связанных с событиями Великой Отечественной войны, молодые люди вспоминают о тех страшных временах. Конечно, у меня ужас от того, сколько крови было пролито на наших землях, вот конкретно в Красном береге. Мы должны помнить, что это такое, мы должны знать, что это такое. То есть мы должны передавать эту информацию своим детям, будущим внукам. То есть мы должны об этом знать и мы должны это обсуждать. К героизации фашизма я отношусь крайне негативно. Я считаю, да, что такие акции помогают нашей молодежи раскрыть и расставить все точки над «и», раскрыть те негативные явления, которые происходят сейчас в Республике Беларусь. И я думаю, что каждый из участников этой акции придет сегодня домой, откроет книгу по истории и прочтет, что такое Великая Отечественная война. Небольшой митинг в агрогородке Сутково. На улице холодно и влажно, но это не помеха для тех, кто желает выразить свой скромный жест уважения героям. Среди них Санько Егор, ученик 11 класса местной школы, активист БРСМ и поисковой группы «Следопыты». Своим участием он хочет заявить – ему не все равно. Дедушка мой воевал и пропал без вести. Бабушка тоже пошла в партизаны, но потом попала в концлагерь, и все, больше ничего не известно. Эта память все-таки за это проливали кровь, чтобы мы жили свободно и независимой стране под чистым небом. К слову, поисковая группа «Следопыты», в которой задействован Егор, ведет активную работу, чтобы увековечить память о событиях Великой Отечественной. Направление деятельности самое разное. Наш поисковый отряд «Следопыты» действует уже на протяжении 4 лет. Мы ведем базу данных по поиску пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны. Также мы находим ветеранов. Вот у нас, например, в Суткове было 100 ветеранов, жило, к сожалению, последний умер в 2016 году. Ученики Сутковской школы – настоящая гордость их учителей. Об их активной позиции знают не только в Агрогородке, но и за его пределами. Активисты и волонтеры Сутковской средней школы проводят большую работу в рамках патриотического воспитания. И наш священный долг – сохранить память о героических подвигах истории и судьбы каждого нашего земляка, внесшего свой клад в освобождение Беларуси и великую победу. Искренние слова уважения, возложение цветов, свечи и минута молчания. Небольшой населенный пункт поддержал акцию с действительно благородной целью – сберечь нашу историю. Николай Скинтиян, Сергей Комков. Новости недели. Больничные листы контактом первого уровня пациента с COVID-19 теперь могут выписывать не только представители санитарно-эпидемиологической службы, но и терапевты. Подробности введенных изменений, а также других важных событий уходящей недели – далее в обзоре службы информации. Больничные листы контактом первого уровня с COVID-19 теперь могут оформлять не только представители санитарно-эпидемиологической службы, но и терапевты. Это определено постановлением Совета министров номер 705 от 7 декабря. Теперь факт наличия контакта у гражданина и его уровень может установить группа мониторинга клиники во время посещения места жительства или пребывания пациента с COVID-19. Сегодня в Гомеле действует 39 контактных бригад, в которые входят терапевты, фельдшеры и медсестры. Ежедневно в Гомеле проводятся рейды для предотвращения несчастных случаев на водоемах. Представители освод говорят, что около половины людей, выходящих на лед, теперь носят спасательную одежду. Остальные все еще надеются на удачу и порой даже не знают, как себя вести в воде. Только за последнюю неделю в Беларуси утонули 9 человек, один из них – несовершеннолетний. Скоро начнутся школьные каникулы, поэтому в это время у гомельских водоемов постоянно будут дежурить взрослые. Гослесохрана перешла на усиленный режим работы. На дорогах страны будет выставлено около 300 постов для борьбы с незаконной вырубкой новогодних елок. Минлесхоз закупил более тысячи фотоловушек. Хамеры работают онлайн, мгновенно передают изображения на смартфон. Стоит помнить, что физическим лицам грозит штраф в размере до 50 базовых величин. Елки, купленные на базаре или в лесном хозяйстве, обойдутся гораздо дешевле. Мобильное приложение для изучения белорусского языка, системы умного дома и биоразлагаемая посуда. В ГГТУ имени Сухова прошел региональный этап молодежного проекта «100 идей для Беларуси». Молодые новаторы и изобретатели представили более 20 разработок и идей. Члены жюри отмечают, что качество проектов, представляемых на 100 идей для Беларуси, с каждым годом растет. Молодые люди хорошо видят перспективное направление в будущем и готовы решать общие проблемы в настоящем. Лучшие проекты регионального этапа «100 идей для Беларуси» отправятся на республиканский конкурс. Конституционное реформирование, государственная молодежная политика, совершенствование работы системы образования. В Гомельской области несколько месяцев работают диалоговые площадки. Предложения и рекомендации по совершенствованию законодательства аккумулируются, а затем направляются непосредственно в те структуры, которые будут заниматься вопросами внесения изменений в Конституцию. Результаты работы диалоговых площадок будут обсуждаться и на Всебелорусском народном собрании, которое запланировано на январь-февраль 2021 года. О подготовке к общенациональному форуму мы поговорили с депутатом Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Жанной Чернявской. В январе-феврале пройдет Всебелорусское народное собрание. Расскажите, пожалуйста, как вы готовитесь к нему как депутат? Да, скорее всего, что в феврале, наверное, пройдет, это уже шестое Всебелорусское народное собрание будет. Мы были все свидетелями предыдущих пяти, видели результаты, в общем, тех планов, которые, задачи были поставлены. И сейчас мы, наверное, как и все общество наше, тоже не в стороне и готовимся совместно. Мы все, депутаты, участвовали в диалоговых площадках, которые, в общем-то, дали большой поток различных предложений и участвовали в общественных приемных различных. Ну и я вот на сегодняшний день знаю, что более 10 тысяч различных предложений – это с диалоговых площадок и на приемах граждан в общественных приемных, которые мы проводили, вот именно депутатский корпус. Поэтому, в принципе, срез тех вопросов, которые были заданы и озвучены, они сегодня имеются и в рабочей группе, которая собирает эти предложения, и у нас в парламенте, в постоянных комиссиях. Что касается вопросов, вы можете перечислить вот еще какие-то направления более узкие? Может быть, какие-то конкретные предложения людей, которые могли бы потом повлиять на всю нашу жизнь? Может быть, в здравоохранении или в системе образования? Много вопросов есть о развитии дальнейшем нашего образования. Мы столкнулись с так называемой, скажем так, информационной безопасностью. И сегодня, может быть, те же идеологи или журналисты, которым сегодня тоже достался нелегкий хлеб, пришлось подвергнуться различным нападкам, а это надо уметь, и этому нужно учиться. Поэтому сегодня, например, вузы, которые готовят журналистов, я бы, например, добавила там предмет либо факультет, который будет обучать именно информационной безопасности. Это важно. Есть вопросы по образованию, по подготовке специалистов. Меняется время и меняется востребованность, например, по рабочим профессиям, по работникам других сфер. Сегодня на первое место, опять же, выходят и эти технологии, современнейшие приходят технологии в разные сферы. От исследования месторождений, например, до медицинских различных операций, которые проводят высокотехнологичные. То есть здесь тоже необходимо посмотреть. Ну, может быть, было вот такое хорошее в Гомеле предложение, когда мы здесь были на диалоговой площадке, рассмотреть вопрос, когда выпускной экзамен в школе, он же и будет экзаменом, который позволит поступать подростку. Ну, молодому человеку, скажем так. Поэтому направлений много. По молодым специалистам тоже просят, как раньше, в общем, более шире закрепление, сделать наставников и эту тему поднимать, потому что это очень важно. Много вопросов, и касаются они образования, это же наше и сегодняшнее, и будущее. Поэтому я думаю, что будет очень много дельных предложений на эту тему. А вот диалоговые площадки разного уровня, например, районного, вы в Хойниках участвовали в них, и областного. Очень отличаются направления вопросов, содержания их. Можно сравнить? Ну, да, учитывая, что в мой округ входят пять районов. Вот я в Нарвлянском была, мы разговаривали о местных органах власти. И мы были в Бранкинском районе, в Лоевском районе обсуждали, в Хойниках разговаривали на эту тему. Есть разные мнения. Допустим, кто-то говорит, что сельских советов, значит, в общем-то, они не нужны достаточно администрации, либо исполкома местного. Кто-то говорит о том, что наоборот, это же работа с людьми, и кто, как не депутаты местные, которые вместе живут на этой территории. Кто-то предлагает, допустим, развивать больше гражданское общество, чтобы люди именно сами участвовали в обеспечении каких-то благ или благоустройства на своей территории. А когда на практике реализовать? Вот участие людей в жизни общества? В принципе, у нас уже опыт работы такой есть. Это те же, например, старосты, уполномоченные, старосты домов, улиц. Есть люди активные, которые хотят принести пользу не только лично себе, потому что у нас общество как бы немножко сейчас ушло, интернет есть, да, и как бы я нигде не участвую, меня это не интересует, пока не коснется, да, сегодня ситуация показала. И нам нужно вот немножечко подтянуть людей к тому, что мы не должны быть безразличными ко всем вопросам. Если я здесь живу, я живу в обществе, и я должен какой-то вклад сделать не за деньги, а для того, чтобы здесь комфортно жил, и мне, моим родным, и что-то сделать для этого. Вот поэтому я думаю, что систему уполномоченных, старост, вот дворов, улиц можно развивать, и это бесконечно, и это очень хорошее дело будет. Может быть, людей это объединит, да, и опять же, вы тему затронули гаджетов, да, кого-то вытащит из них, вернет во двор, люди начнут контактировать, общаться, знакомиться между собой соседи будут, наконец-то. Да, потому что многие иногда живут в одном подъезде, и, как говорится, друг друга не знают. Поэтому вот эта тема очень хорошая, это вот и называется развитие гражданского общества, что общество принимает участие в каких-то общественных решениях. Но раз мы затронули тему гражданского общества, полномочий, наверное, как раз можно поговорить о том, что делегатов, которые будут присутствовать на Всебелорусском народном собрании, будут избирать на пять лет. Что это значит и для чего это нужно? Предыдущие Всебелорусские собрания наши, да, проходили в таком формате, что от регионов, от трудовых коллективов партии направлялись делегаты, они принимали участие в данном мероприятии, и на этом все. Хорошо. Если сегодня Всебелорусское народное собрание придадут определенный статус конституционный, то есть уже будет в Конституции четко записано, вот, например, как парламент, да, парламент избирается там на четыре года, полномочия, и дальше-дальше пошло. Если Всебелорусское народное собрание в Конституции вот именно приобретет вот такой статус, то, естественно, будут какие-то полномочия, естественно, будут какие-то вопросы, которые необходимо решать. Раз мы определяем стратегию развития на пятилетку и на дальнейшие годы развития, да, нашей страны, то, естественно, в течение вот этих пяти лет делегаты должны будут, ну, как минимум, контролировать принятые решения, которые вот принимались на Всебелорусском народном собрании, ну, и следить за их исполнением, наверное. Может быть, это будут еще какие-то дополнительные полномочия, которые у них будут, как раз у делегатов. Каким этот год был, вот, лично для вас, как депутата? Тоже сложным. Этот год был сложным потому, что, во-первых, конечно же, это другая сфера деятельности. Работая зампредом в райисполкоме, знаешь, скажем так, уже всю работу от и до, от начала и до конца. А здесь пришлось, ну, буквально, вот сразу сходу учиться, понимать, познавать, куда, значит, куда двигаться, в общем-то. Поэтому, ну, где-то полгода, наверное, может быть, больше ушло на то, чтобы понимать, как пишутся законы, как необходимо готовить законопроект. В целом, в парламенте этот год для меня еще был сложным и потому, что период пандемии, да, это в некоторой степени приостановило, так, не позволило нам в полную силу еще работать с людьми. Август, в общем-то, принес нам такие тоже вопросы, которые и депутаты, скажем так, были не в стороне, потому что и на телефоны приходила всякая гадость, и люди приходили на прием, пытались нас там вывести из равновесия. Ну, в общем-то, мы работаем сегодня и мы понимаем, что, что бы ни происходило, мы должны разрабатывать законы и дальше, потому что от этого зависит наша жизнь. Спасибо вам большое. Я надеюсь, что у вас еще будет очень много интересных планов, они будут осуществляться. Спасибо и вам всего хорошего. Мы завершаем цикл сюжетов, посвященный лауреатам премии Гомельского облсполкома «Человек года». Сегодня речь о победителе в номинации «Служу Отечеству» начальники инспекции по делам несовершеннолетних отдела внутренних дел администрации железнодорожного района Гомеля майоре милиции Марине Корж. Как и почему на плечах этой женщины появились погоны, расскажет Светлана Князева. Марина Корж родилась в Гомеле в хорошей и дружной семье. Еще в детстве она решила, что будет служить Отечеству. Это было осознанное и вполне объяснимое решение. Ее отец и дедушка тоже несли службу в органах внутренних дел. У Марины Корж всегда перед глазами был живой, достойный пример честного служения Родине. После окончания школы она поступила в Мозорский государственный педагогический институт имени Крупской. Получила специальность учителя трудового обучения. После вуза на протяжении четырех лет работала преподавателем на учебно-производственном комбинате номер один Гомеля. После чего я узнала, что в железнодорожном РОВД появилась вакансия участкового инспектора ИДН. И, конечно, я сразу охотно начала оформляться в органы внутренних дел. У участкового инспектора ИДН нужно было педагогическое образование, которое на тот момент у меня уже было. Поэтому я без труда оформилась в железнодорожный отдел милиции. В органах внутренних дел Марина Корж служит с 2008 года. В должности инспектора по делам несовершеннолетних она проработала 4 года. После чего в звании старший лейтенант Марину Валерьевну назначили руководителем инспекции по делам несовершеннолетних в железнодорожном районе Гомеля. В этой должности она работает уже 8 лет. Признается, работа занимает большую часть ее жизни. Она благодарна своим руководителям и наставникам за тот профессиональный опыт, который они передали ей и которым она сейчас щедро делится с молодыми сотрудниками. Самыми важными качествами Марины Валерьевны можно считать справедливость, профессионализм, ответственность, последовательность. Марина Валерьевна является хорошим психологом, потому что она каждому подбирает индивидуальный подход. 2019 год принес хорошие плоды службы сотрудников инспекции, которую возглавляет Марина Корж. По основным критериям профилактической работы с несовершеннолетними, инспекция заняла 4 место по Гомельской области и 1 по городу Гомелю. Не зацикливаясь только лишь на карьере, Марина Корж создала большую и дружную семью. Ее опора – муж, два сына и дочь. Дети мне во всем помогали. Не бывает в семье одного милиционера. Милиции, наверное, служит вся семья. Поэтому мы друг друга выручаем. Марина Корж намерена и дальше много работать, и также много любви и заботы отдавать своей семье. Светлана Князева, Сергей Лукашук. Новости недели. На наступающей неделе во всех районах Гомельской области начнут работать резиденции Дедов Морозов. Причем в ряде случаев организаторы сделали поправку на эпидемическую ситуацию. Наряду с обычными посещениями, с главным новогодним персонажем, можно будет пообщаться также и по телефону, где живут волшебники. Наши корреспонденты посетили несколько адресов. Резиденция Деда Мороза в Национальном парке Припятский в Гомельской области открылась, наверное, самой первой. Еще 27 ноября. Одна из ее особенностей – историческая составляющая. Дом кудесника, с посещения которого начинается экскурсия, находится на древнем городище. Новости дорогие, со всем почтением отнеситесь к богам нашим славянским, просите их только важно для себя, для рода и для народа вашего. Поднимитесь в мое жилище и поклонитесь. Первые люди в этих местах появились еще 20 веков назад. В пятом веке нашей эры сюда пришли славянские племена. Здесь же находится их капище, где наши предки молились своим богам. Причем посетителям не только расскажут об этом, но и предложат завязать на бывшем капище ленту желаний. Говорят, что все задуманное обязательно сбудется. Вообще, в связи с пандемией коронавируса в этом году количество посетителей ожидаемо снизится. Однако в нацпарке оптимизма не теряют и по-прежнему готовы работать с полной отдачей. Все то же самое, работа с детьми, работа для детей, для того, чтобы, приезжая к нам, они были довольны, были счастливы, окунулись в сказку. Сколько конкретной резиденции Дедов Морозов будет открыто в Гомельской области, сказать тяжело. Соответствующая статистика не ведется. Вероятно, речь может идти о десятках мест, где будут жить сказочные волшебники. Неделю назад Дед Мороз поселился на главной площади Гомеля. Причем это было действительно запоминающееся событие. На сцене сказочное представление с участием Снегурочки, символа уходящего года, мыши Марфы Васильевны и года будущего, быка Баяна. Новый год состоится при любой погоде. Состоится, сбудется, придет, чтобы сбыли, состоялись и пришли все наши мечты и желания. С наступающим Новым годом! В этом году Гомельский дворцово-парковый ансамбль впервые пригласил мальчишек и девчонок, а также их родителей, окунуться в новогодние приключения в сказочном парке с участием Деда Мороза и Снегурочки. Хотя встреча с волшебными героями оказалась не такой простой, как кажется. Чтобы их отыскать, необходимо пройти заколдованный зеленый лабиринт. Крошечное царство королевства, где находятся домики сказочных героев. Для того, чтобы достичь цели, пришлось проявить смекалку и храбрость. От заслуженной награды стала возможность побывать в гостях в зимнем доме Дедушки Мороза и Снегурочки на празднике у новогодней елки. В зеленом лабиринте вы сможете прогуляться среди хвойных растений по деревянным дорожкам. И перед собой встретить совершенно неожиданно диковинные домики, которые мы построили для сказочных героев всем известных мультиков и кинофильмов. Это домики для хоббитов, для эльфов, для сказочных фей. И вновь резиденция Деда Мороза в Национальном парке Припятский. Для посетителей здесь подготовили обширную развлекательную программу. Начиная с посещения уголка сказочных героев с домом Бабы Яги и деревянными скульптурами болотной Кикиморы, лесовика и его друга Аука. Последний, кстати, очень любит пирожные, конфеты и металлические деньги. Собираясь в гости, не следует забывать о подарках. Не отказываются от угощения обитатели вольера, расположенного возле резиденции Деда Мороза. Здесь и забавные козы, и практически ручной олень Кузя с подружкой Машей. К посетителям он относится настолько доброжелательно, что даже может поздравить их с Новым Годом. Хотя и на своем оленьем языке, однако понятно всем. Кстати, животных в естественных условиях в Припятском можно увидеть в сафари-парке. Его посещение также предусматривается праздничной программой. Расстояние 8 километров туристы проезжают примерно за час. Экскурсоводы говорят, что еще не было ни одного случая, когда бы люди не увидели лосей, оленей, косуль, лани или диких кабанов. Не обязательно всех сразу, но однако кого-то обязательно. Территория парка ограждена забором, поэтому звери находятся здесь постоянно. Правда, несмотря на их в целом миролюбивый характер, выходить из автобуса все же не рекомендуется. Проезжаем на автобусе, смотрим через окошко и фотографируем. То есть наших туристов мы не выпускаем в сафари-парк. Как бы это все безопасно. Подворье Деда Мороза в Национальном парке Припятский открыли в 2018 году. Это уголок с истинно полезским колоритом, где создается особое настроение, происходят чудеса и есть возможность очутиться в настоящей волшебной сказке. Кстати, дети участников представления очень гордятся своими родителями, которые помогают людям стать добрее и прекраснее. Они встречают меня, пришла наша Снегурочка, провожают, ушла наша Снегурочка, встречают с радостью, что я вернулась. Очень любят то, что у мамы у них Снегурочка и гордятся. Резиденция Деда Мороза в Национальном парке Припятский будет открыта до 1 февраля. Время, проведенное здесь, пролетает незаметно. Однако незабываемые эмоции и восторг заставляют вновь и вновь вспоминать эту поездку и вызывают желание вернуться сюда снова. Тем более, как твердо обещает символ следующего года, металлический бык, в 2021 эпидемическая ситуация станет намного благоприятнее, а проблемы останутся в прошлом. К сожалению, предыдущий год крысы принес много несчастья и бед. Мы очень сильно все верим и надеемся, что в следующий год быка принесет только счастье, радость и все полностью исправит. Полесский Дед Мороз приглашает вас в гости! Олег Сенцюров, Анна Караичук, Валерий Гапанько. Новости недели. И на этом у меня все. Мы встретимся в следующее воскресенье, чтобы вместе подвести итоги недели. Спасибо за внимание и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин